о катастрофах известно с давних времен это и извержение вулканов и мощные землетрясения и торнадо последнее столетие произошло немало транспортных катастроф о которых ты скорее всего не слышал в этом видео вы сможете увидеть 10 самых жутких транспортных катастроф в истории человечества поехали если вы любите юмор и необычные фотографии а также рублику при фотошоп тогда этот инстаграм для вас все ссылки будут где в описании все ссылки в описании заходи и подписывайся катастрофа 10 10 в чикаго 25 мая 1979 года авиалайнер макдональд дуглис 10 10 10 авиакомпании американские авиалинии выполнял взлет в чикаго при разгоне лишился левого крыла и через минуту после взлета рухнул на землю погибли 258 пассажиров 13 членов экипажа и два человека на земле если бы самолет просто потерял двигатель возможно все закончилось бы не так трагично однако он был вырван с мясом в результате его отделения было серьезно повреждено левое крыло что сделало самолет малоуправляемым из-за ударных нагрузок на месте его крепления крылу образовались микротрещины которые и привели к разрушению деталей и отделению двигателя в напряженный момент взлета механик ставший как он полагал причиной катастрофы покончил жизнь самоубийством это самая большая по числу жертв авиакатастрофа в северной америке дирижабль окро он самый крупный после печально известного гинденбурга в длину он был двести тридцать девять метров и мог пролететь без дозаправки 16 тысяч девятьсот километров цепель он был способен нести пять небольших самолетов и в в сша планировали использовать его для дальней морской разведки в 1933 году он потерпел крушение в атлантическом океане в результате которого погибли 73 из находившихся на борту 76 человек по числу жертв эта катастрофа стала самым тяжелым происшествием за всю историю воздухоплавания на гинденбурге погибли 35 человек во время рядовой операции 4 апреля 1933 года у побережья нью-джерси дирижабль зацепил хвостом воду и развалился так как на борту не было спасательных жилетов и был только один надувной плот 73 члена экипажа умерли от переохлаждения и утонули виновными в аварии были как плохая погода и низкоатмосферное давление так и действия капитана дирижабля фрэнка маккорда который повел воздушное судно слишком низко над водой позже к поискам членов экипажа подключился дирижабль j3 bmc но сам потерпел крушение катастрофа боинг 777 в донецкой области 17 июля 2014 года авиалайнер боинг 777 200 и арб авиакомпании малайзия выполнявший плановый рейс м аж 17 по маршруту амстердам куала-лумпур рухнул на землю в районе села грабово погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа все стороны конфликта в донбассе и по сей день отрицают свою причастность к падению самолета крушение поезда в хельсинки в то время как в январе 2010 года пассажирский поезд стоял на станции хельсинги финляндия чтобы принять на борт пассажиров что-то пошло не так четыре пустых вагонов которых не было никого кроме кондуктора и двух членов экипажа отцепились от поезда в процессе торможения и понеслись дальше прямо главного залу ожидания станции который был заполнен людьми желающими успеть в пункты за ее назначение в занятой день понедельника он быстро перенаправил 4 вагона которые поставили бы под угрозу главный зал с пути под номером 9 на путь номер 13 что привело к тому что они понеслись к офисному крылу пансионата holiday диспетчер посчитал что офисы скорее всего не будут заполнены людьми в такой ранний час по крайней мере там их должно было быть намного меньше чем главном зале станции и он не ошибся на самом деле офисное крыло было абсолютно пустым вагоны пробили бетонный барьер и врезались прихожую пансионата в результате чего пансионату было нанесено довольно много урона но основные повреждения получили сами вагоны чудесным образом ни один человек не пострадал красноярское чудо не менее страшными и трагичными бывают аварии которые происходят на территории россии примеров таких достаточно много но мы рассмотрим один наиболее яркий в городе красноярске водитель маршрутного такси проигнорировал красный свет светофора из-за чего практически впечатал стену здания легковую машину за рулем легковушки тогда находилась молодая девушка как и удалось в результате такого столкновения выжить до сих пор остается загадкой ведь маршрутка продавила машину и металл остановился в нескольких сантиметрах от головы водителя эта авария не стала бы такой известной по всему миру если бы не случайная видеофиксация камеры наблюдения также видео быстро стало вирусным после публикации в интернете наглядный пример того как банальное нарушение пдд при светофорах влечет за собой жуткие последствия кислотная авария хотя произошел этот инцидент еще в 2000 году они многие помнят до сих пор произошло этого флориде где столкнулась около 10 машин и цистерна перевозившая кислоту при аварии с пролившейся кислотой во флориде пострадало много человек местом дтп оказалась трасса номер 10 кто именно оказался виновником столкновения не выяснено до сих пор но в результате контакта с другими авто цистерна перевернулась и содержимое вылилось на проезжую часть это было невероятно жутко и страшно в результате аварии стала гибель трех людей но также еще около 20 человек получили серьезные травмы в том числе вызванные контактом с кислотой туман в тенессе в 2002 году на территории сша произошла еще одна массовая довольно страшная авария в которой приняло участие огромное количество машин произошло это между штатами тенесси и джорджия на дорогу опустился очень густой туман который спровоцировал массовые столкновения транспортных средств машины начали врезаться друг в друга с завидной регулярностью спасательные службы и полиция долго добирались до места дтп пока им не удалось перекрыть трассу в общей сложности в аварии пострадало более 120 автомобилей и около 200 человек примеров жутких и страшных аварий очень много каждая из них несет себе определенный урок и мораль для других участников движения boeing 737 18 мая 2018 года на борту самолета boeing 737 авиакомпании cubana авиакшн который разбился при взлете в аэропорту гаваны находились 104 человека об этом сообщает куба тв со ссылкой на источники в министерстве транспорта в настоящий момент нет информации о наличии погибших или пострадавших отмечается что авиалайнер потерпел крушение вскоре после вылета из международного аэропорта имени хосе марте согласно сообщению источника самолет направлялся в гаяну девять человек погибли при крушении военного самолета в штате джорджия 2 мая 2018 года в американском штате джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолет c-130 киркулес по предварительным данным на борту находилось 9 человек все они погибли воздушное судно принадлежало национальной гвардии пуэрто-рико инцидент произошел вскоре после взлета рядом с международным аэропортом саванна хилтон хэд крушение костра конкордия крушение круизного судна костра конкордия морская катастрофа произошедшая в ночь с 13 на 14 января 2012 года в теренском море вблизи итальянского острова джалью костра конкордия один из крупнейших европейских теплоходов во время круиза по западному средиземноморью с 4229 людьми на борту налетел на рифы и лег на бок унеся жизни 32 человек трагедия случилось на пути следования из чеветовеки в савону шесть человек были признаны виновными самое суровое наказание понес капитан франческо скетина суд приговорил его к 16 годам заключения в 2014 году костра конкордия была поднята и отправлена на слом после катастрофы были ужесточены правила морского судоходства и прохождения пассажирами предрейсового инструктажа важно заметить что далеко не всегда страшная или жуткая авария или катастрофа происходит с участием огромного количества автомобилей лайнера или самолета порой достаточно даже одной машины чтобы ощутить весь ужас и трагедию произошедшего на этом все не забудь поставить лайк и подписаться на канал